Коммунальный парфюм. Жители дома 60 по улице Социалистической жалуются на постоянные канализационные запахи, исходящие из подвала и заполняющие квартиры. По словам женщины, проживающей на первом этаже, управляющая организация недостаточно добросовестно исполняет свои обязанности, так как подвал дома источает амбре в течение всего лета. Все лето срывается канализационная труба в подвальном помещении и все эти массы стекают нам в подвал. Соответственно, идет испарение и запах в квартиру и в тамбур. Я живу на первом этаже. От этого лезут и муравьи, и эти сороконожки. Ну, я так думаю, от сырости, от всего этого. Даже по самим минимуму, я не знаю, вдыхать эти пары, я считаю, что это неправильно. По информации управляющей организации, летом аварийная служба на адрес Социалистическая, 60 уже выезжала. Тогда коммунальщики прочистили канализацию и установили причину. Как выяснилось, в систему попали тряпки, сброшенные кем-то из жильцов. После этого подвал обработали хлорным раствором. Однако запахи не прекратились, и вследствие чего Ирина Пакеева сделала вывод дела в самой трубе. А вот ее ремонта, как утверждает Бичанка, добиться она не может. Сегодня наша съемочная группа встретилась с директором управляющей компании. Через полчаса на адрес приехал специалист. В подвале пробыл не более пяти минут, после чего уехал. Судя по всему, это был предварительный осмотр очага конфликта. И надеемся, что на этом действия управляющей организации не закончатся. Причина распространения зловония из подвала на первый этаж будет обнаружена и устранена. И как нам стало известно, уже завтра в подвале будет проведена повторная хлорная обработка. И если случаи засорения повторятся, в доме будут проведены профилактические меры по предотвращению засоров канализационной системы. Также, по словам директора управляющей организации, запланирован технический осмотр всей канализационной сети. Субтитры создавал DimaTorzok